В древности и средние века наиболее опасным и эффективным средством взятия крепости и одержания победы являлись различные виды метательных орудий. Все они обладали различным коэффициентом эффективности, зависящий во многом от их конструкции и механизма действия. Это 10 метательных машин. Гастрофит, или брюшной лук, представляет собой по существу примитивный арбалет. Арбалет настолько тугой, что для его заряжения одним концом опирали в землю, а на другой конец, уперев его предварительно в живот, наваливались всем весом тела, отчего и происходит название гастрофит. Гастрофит стрелял сравнительно короткими стрелами, 40-60 см, с граненными металлическими наконечниками. Такие стрелы принято назвать болтами или кару, в противоположность длинным стрелам луков. Эфтитоны, то есть стреляющие горизонтально, хотя иногда авторы трактуют значение греческого слова как элемент конструкции стреломета. Это двухплечевые стрелометы, использующие пучки жиловолос. К эфтитонам в частности относят римские скорпионы. Он служил для метания не камней, а дротиков. Устройство его было близко к плитону, баллисте. Он также имел две вертикальные рамы с натянутыми внутри жгутами. В них вставляли рычаги, соединенные с тетевой. Находившийся между этими рамами желоб был расположен не наклонно, а горизонтально. Поэтому эфтитон катапульта бил не навесным, а настильным огнем. Паллинтоны, двухплечевые камнеметы, использующие пучки жиловолос. Две прочные вертикальные рамы с натянутыми внутри толстыми витыми жгутами. Были расположены по обеим сторонам боевого желоба, расположенного под наклоном, как и рутильный ствол. С помощью особых механических приспособлений тетеву жгут натягивали. Затем поместив перед ней метательный камень, тетеву отпускали. Происходил выстрел. Туго натянутые жгуты мгновенно принимали первоначальное положение. Выпрямляли тетеву с большой силой и выбрасывали камень, который вылетал, следуя наклону желоба. Баллиста. Римское название двухплечевого паллинтона, как правило не очень большого. Типовые легитоны и баллисты метали камень диаметром 15-18 см. Нетиповые могли выступать и в качестве их тетонов, то есть крупнокалиберных стрелометов, использующих для стрельбы фактически не стрелы, а массивные колия или даже бревна. Катапульта. Греческий термин, которым обозначается любая метательная машина, правда в более узком смысле его применяют обычно двухплечевым торсиным стрелометом. Но нельзя сказать, что это жесткий, узаконенный узу слова катапульта. В римский период катапульты называли что угодно, хоть баллисту, хоть анагар, хоть скорпион. Скорпион. Легкий римский эфтитон, широко использующийся не только при осаде крепостей, но и в качестве корабельной и полевой артиллерии. Скорпион. Скорпион. Это небольшой двухплечевой торсиной стреломет, предназначенный для стрельбы по настильной траектории. Скорпионы изготавливались из металла, бронза или сталь. Скорпионы более ранних конструкций изготавливались из дерева и были более громоздкими. Анагры. Эремон Анконы. Одноплечевые камнеметы, использующие пучки жилволос. И для усиления броска принцип пращи состоял из очень прочной горизонтальной рамы, внутри которой был сильно натянут тонкий жгут, свитый из воловьих жил или волос, женских или конских. В этот жгут вставлялся прочный рычаг, к свободному концу которого подвешивалась праща с камнем. При заряжении рычаг оттягивался вниз, причем витой жгут приходил в напряженное состояние. Затем при отдаче освобожденный рычаг мгновенно выпрямлялся, а находившийся в праще камень выстреливался с большой силой и летел по высокой траектории на значительное расстояние. Тенсионные Спрингалды. Средневековый одноплечевой деформационный тенсионный стреломет, предназначенный для прицельной настильной стрельбы. Тенсионный Спрингалд является средневековым изобретением, разработан был предположительно в 11-13 веках. Требюше. Одноплечевые камнеметы, использующие противовесы, например, конвенциационные, а также принцип пращи. Такая боевая машина могла метать камни весом до 100 кг. По словам современных реконструкторов, в качестве боеприпасов использовали что угодно. Живых пленников, трупы коров, бочки с нечистотами. Сила выстрела была достаточно мощной, но был один недостаток – скорость стрельбы. От одного выстрела в час. Перьеры – это орудия, использующие мускульную силу обслуги. Это не деформационные машины без противовесов. Максимальная метательная сила была побольше, чем у обычного стреломета. Достигалась она за счет того, что на праще висел оператор, который в последний момент просто отпускал ее. Такая машина могла метать камни со скоростью 2 выстрела в минуту. Правда, дальность не превышала 150 метров, что являлось основным недостатком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!